Рубрика «Музыкальное вскрытие», где мы расчленяем песни, извлекая пользу и наслаждение. Сегодня расчленяем богемную рапсодию, и это очень здорово, что патроны проголосовали именно за нее, потому что этот экспонат действительно достоин того, чтобы вскрыть и допосмотреть. При всей культовости песни и роли ее в истории рока, в ней масса нетипичных совершенно для рок-музыки мелодий гармонии музыкальных решений, целый винегрет там из разных элементов, и Федор наш Меркурьевич очень щедро нашпиговал ее внутренними пасхалками, такими перекликающимися мотивами, подобно тому, как это бывает в мюзиклах, в операх. И все это добавляет к композиции особую такую трехмерность глубину и помогает слушателю, тем не менее, воспринимать весь этот винегрет как что-то целостное, суразное. В общем, навостряйте уши, сейчас будем обогащаться. Вот у нас оригинальный мультитрек песни, который когда-то давно, лет 10 назад уже утек в интернет. Он несовведенный, балансы кое-как я что-то подкрутил, и в целом исхожу из предпосылки, что вы эту песню хорошо знаете, ориентируйтесь в ней, где какая часть, потому что каждый аккорд здесь расковыривать это долго и далеко не так интересно, как то, чем именно я хочу заняться. Я просто в шоке от того, какая крутая работа, насколько это, блин, самопронизывающая себя песня и аранжировка. Так что именно на это мы будем обращать внимание. Это наша главная дорожка, где выписана гармония, и, собственно, я как смог обозначил повторяющиеся мотивы. Да, кстати, песня транспонирована на полтона вниз, она не в си бемоль мажоре, а в ля мажоре. Так, есть надежда, что YouTube, может быть, не будет меня дрючить по-авторским за это видео. Короче, у нас тут вступление. Ну, в общем, все вы его знаете. В нем, в этой начальной части, нету мотивов, которые потом будут повторяться, но оно вводит саму идею вот этой вокальной пачки, такой фактуры голосовой. По гармонии достаточно просто здесь все, но со вкуснятинками. Начинается не просто с мажорного аккорда, а с шестерки. Прям навсегда у меня запечатлилось это обращение с экст-аккорда. Затем двойная доминанта. То есть вместо си минора, который должен был бы здесь в этой тональности быть, у нас берется си мажор семерка, который является доминантой к доминанте, к следующему аккорду ми мажору семерки. И приходит это в тонику. Параллельный минор. Вот здесь вот у нас тоника, но септ-аккордом. То есть она становится побочной доминантой, которая тянет дальше в ре мажор. И в него, собственно, приходит. И вот здесь голубым цветом помечена вот эта история. Которую мы еще много раз услышим, развивающуюся дальше по песне. Это опорная нота вверху, и тут такой нисходящий маленький кусочек. Он нам чуть-чуть заявляет то, что дальше будет происходить. Затем у меня тут помечены слова про бедного мальчика. Очень прикольно здесь перекликание основного голоса с пачками. Вот здесь уже ощущение того, что мы находимся в ре мажоре, скорее всего. Тут все это неоднозначно. Возможно, мы все еще находимся в ре мажоре, и тогда это просто доминанта. Но независимо от того, в какой тональности мы находимся, движение от минорного аккорда к мажорному септ-аккорду малому на кварту выше. Раз, два, три, четыре. У него есть такая вот дорийская красочка. И после этого он тянет разрешиться на сваля мажор, но мы приходим в него так непросто. Происходит очень характерная узнаваемая штука, которую здесь я обозначил вот таким вот символом. Не знаю почему. Вместо ля мажора, в которой мы должны были вроде бы прийти вот сюда, у нас начинаются такие поползновения вводными тонами разрешающимися. Сначала на полтону выше внезапно расслабились, полтону ниже расслабились. То есть ми мажор. Очень кайфовый театральный ход, и, ну, собственно, голоса его поют. И что придает небольшой вкуснятинке, это то, как играет фортепиано. То есть педаль Фредди не отпускает. Следующий аккорд ложится поверх сустейна от предыдущего, и это такой диссонатности еще придает. И здесь также белым цветом, видимо, описано и у нас изи камм, тоже фраза в тексте, которая будет повторяться еще не раз. Затем. Вот такими слэшами на сиреневом я обозначил хроматизмы, которых в песне тоже очень много. Здесь они идут в басу. Гармония здесь. Ре мажор, ля мажор, до уменьшенный ми мажор. Но в басу идет такой хроматизм. Хроматизм – это классная вещь, и тоже есть в них некая такая вычурность театральная, которая очень про нашего Фредди. И по тексту мы здесь видим тоже штуки, которые будут повторяться. Anyway the wind blows. И тема про no matter. Nothing really matters, doesn't really matter и так далее. И уйдет у нас куплет. В ля мажоре. В скобках у меня отмечена шестая ступень, потому что по ней происходят вот эти собачки. Не знаю, почему собачки. Арпеджио по ля мажору типичное. А потом апподжетура, или как там это называется, задержанный форшлаг. То есть берется нота на тон выше той, которая в аккорде есть. То есть в аккорде есть ми. Так бы должно было быть. Но перед ней берется фа диез. Опять же это ля мажор шестерка, получается тот аккорд, с которого у нас все здесь началось. Сложно назвать это прям таким отсылом ко вступлению, но в целом краска опять используется та же, но совсем по-другому. И этих собачек, как мы видим, будет у нас впереди много. Пошел куплет. Эта же история происходит на фа диез миноре. Арпеджио по фа диез минору. И вместо фа диеза берется тоже нота на тон выше той, которая в аккорде есть. И получается, что вроде бы фортепианная партия это просто арпеджио по аккордам, но за счет вот этого повторяющегося мотива появляется логика в ней самой, маленькая история в ней самой. И контрапункты, ответы к вокальной мелодии. И на третьем аккорде. То же самое, только на си миноре. Тоже девятая ступень или вторая, если угодно. Получается простой и понятный аккомпанемент, который не перетягивает на себя одеяло, но тем не менее это не вот самограйка вам сыграла или какой-то тапер в ней есть. Ну если не хук, то такой маленький хучок. То же самое. И дальше. Вот этим знаком, как мы помним, обозначаю хроматизм. Здесь у нас был в басу хроматизм, и здесь опять же басовый хроматизм, но немножко по-другому он устроен музыкально. Можем здесь его послушать. Каждому месту, где меняется бас, здесь можно было бы дать какое-то лохматое аккордовое название, но здесь это не имеет смысла, потому что мы слышим, что происходит трезвучие си минор, и потом он берет эти ноты ре и фа диез и кладет под них опускающийся бас. То есть длинный такой хроматизм. Но я ушел и все послал к чертям. За счет этого хроматизма, очевидно, происходит последующая модуляция в ре мажор. Долго я думал, как ее объяснить. Здесь она происходит так, не по классике, и я вижу причины, почему она хорошо работает в следующем. Во-первых, у нас очень долго висят только ноты ре и фа диез, которые, ну, они про ре мажор больше, чем про ля мажор. И пока идет вот этот хроматизм, в нем мы приходим в ноту соль. Вот на ней я чувствую изменения, то есть мы были в ля мажоре. И вот здесь на соль. Я ощущаю здесь гармонический сдвиг, и он вполне логичен, потому что нота соль, она уже не из ля мажора. Ее уже нет в ля мажоре, она есть в ре мажоре. И вот этот шоу-хот, вот он реально у меня тянет почему-то туда в ре. То есть за счет того, что здесь нам долго кормят две важные ноты из ре мажора, и через хроматизм мы приходим в ноте, которая утягивает одеяло из ля в ре. Мы попадаем в припев. Помню, в группе «Союз» я работал, и как-то нам кто-то из пьяных заказчиков пытался объяснить, что он хочет, чтобы мы спели песню про маму, и оказалось, что это богемная рапсодия, песня про маму. Так же, как песня «Прощай» — это песня про Лайлу. Лайла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Простите, у меня, видите, такое криминальное, можно сказать, прошлое. В гармонии, в припеве происходит все то же самое, в принципе, что было в куплете. То есть у нас было И то же самое здесь практически происходит у нас только в ре-мажоре. Но здесь появляются проходные аккорды, то есть между ре-мажором и сем-минором у нас ля-мажор в басу до диез — такая достаточно типичная история. И она хорошо ложится на такие слова, как «У-У-У-У». Мелочи приятны. И на сем-миноре мы видим «Собачку». То есть на сем-миноре Опять эта история. Опять у нас «Про маму», только более страстная. И вторит аккомпанемент. Здесь точно такой же хроматизм, как у нас был в сем-миноре. Только не так он долго и затянут, буквально несколько нот проходят. И в ля-мажор. То есть не доходит до нот, которые бы куда-то тянули, такой коротенький, но тем не менее снова мы слышим хроматизм. Тут у меня почему-то написано «Ля шестерка» и «Ля семерка». Наверное, что-то в фортепиано я там услышал. Да, да, там есть вот это. Фредди весь такой Фредди. То есть здесь опять же У нас до этого был коротенький проходной аккорд «Ля мажор» с «До диезом» в басу. А здесь И видим розовый аккорд, замечательный. Снова тема у нас про Nothing Really Matters. И здесь такой слайдик на басу. Этот аккорд можем запомнить, потому что он розовый. Снова видим повторение темы про Nothing Really Matters. И мы видим штуку, которую мы слышали в начале, которая у нас была здесь. А теперь она встречается и чуть дальше развивается. Опять же на ре-мажоре мы слышим ее развитие. Тоже с педалью висящей. То есть там такое. До этого у нас было. А теперь поехали дальше хроматизм. Штука опять же такая совершенно не роковая. То есть что-то между академическим таким хроматизмом и что-то есть даже от блюзовых таких тюрн-раундов. И после этого происходит модуляция в ля. Долго я думал, как она происходит. И, в общем-то, пришел к выводу, что никак она не происходит. На самом деле вот это движение... Оно, в общем-то, ничего не делает для того, чтобы мы пришли в ля-мажор. Это скорее как, знаете, перед сменой размера в какой-то сложной музыке. Если просто наиграть квинтолей или триолей, то ты вышибаешь слушателей из седла, и после этого смена размера или смена темпа кажется все равно облегчением, даже если бы вроде бы ничего не предвещало. Точно так же здесь начинаются вот эти хроматические штуки. И потом... Мы слышим ля-мажор, и мы не воспринимаем его как доминанту к ря-мажору, где мы находились буквально только что, потому что, опять же, мы слышим собачку. И снова пошел у нас куплет. Барабаны вступили. Все то же самое. Вот это вот замечательная вещь. Повторение шнеки на децаим. Снова мы приходим к этому хроматизму. И загнусавил Мэй своим звучком этим. Ой, ребяточки. Не строевичи там чё-то всякое, короче. Зато с душой. Как у нас говорится. То есть снова мы встретили вот этот наш собачий приют. Хроматизм. Модулируем на припев в ря-мажор. Видим снова повторение темы про ветер, который дует. Она у нас была вот здесь вот в начале. Теперь она у нас здесь. И оно сочетается с собачкой в семиноре. Вот такое вот джонглирование мотивами. И то, что мы вот здесь смотрели, идет пафосное нарастание. Ля-мажор, шестерка, семерка. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Здесь это подчеркнуто в бэк-вокалах. Что-то вроде тех собачек. Задержание нот аккорда сначала от этой ноты. Потом от этой ноты. Потом как раз на шестерочку. И когда берется в аккорде семерка, здесь. То есть мы прошли октаву. Все это супер пафосно. Кстати, здесь вот интересная вещь. Типа неграмотная с точки зрения отжировки. Потому что вот эта собачка, мы в фортепиано ее слышим. То есть у нас семинор. И прямо в эту же долю гитара играет сили. То есть мы можем услышать прям это. Секунду, простите. Вот в этом месте. Двойка вам к вины. Но, понятное дело, эта песня не помешала стать хитярой. Короче, мы видим, что соло происходит на ту же самую гармонию, что был припев. И вот на этот раз он продлевается. То есть до этого мы на ми миноре все время слышали коротенький хроматизм. Вот такой. И опять на ля приходили. А теперь происходит то, что происходило. И дальше продолжение. Опять же, висит педаль в не пойми чего. То есть, насколько я понимаю, был у нас ми минор. Хроматизм пошел в ноту до. Стал у нас до мажор. Потом до мажор так и висит на педали. И просто продолжается движение виз. Та-да-дан-дан-дан-дан. И приходит это просто вот куда пришло. Тоже я здесь не вижу смысла особо анализировать гармонию. Ощущение было, что Фредди просто А пойду я вниз и куда приду, туда приду. Ну, пусть будет сюда. И начинается Великая Средняя Часть. И вот этот значок, он нас отсылает в самое начало вот сюда. Когда вместо нужного нам ля мажора мы брали Полтона выше, полтона ниже, и опять выше, и опять ниже. Это своеобразная такая имитация функциональной гармонии, когда есть устойчивый аккорд и есть отходы от него, и которые в него тянут. То есть, будем считать, что у нас есть тоника и доминанты. Или субдоминанты, неважно. Ни тоника, тоника, ни тоника, тоника И ни тоника, тоника, ни тоника, тоника И здесь мы находимся сейчас в лябе, моль мажоре. I see a little silhouette of a man I see a little silhouette of a man Здесь происходит не совсем как в выступлении, где было прям трезвучими. Здесь происходит вот так. В мелодии I see a little silhouette of a man То есть, если это лябе, моль мажор, то САС-4 мажор, минор мажор, та-та-та-та-та И при этом в фортепиано верхний голос И вместе с мелодией и голосом мы получаем Если мы приглядимся, то это Не знаю, почему я это не отметил. То есть, мы видим здесь и повторение вот этого хроматического блуждания вокруг нужной ноты И гармонически мы получаем штучку, которую мы делали вот так Здесь очень похожая история происходит Только она такая, хоббит туда-сюда-обратно Дальше вот это всё сумасшествие Вот на этой истории Это у нас Ре мажор, шестерка Снова мы встречаем мажорный секст-аккорд Либо, если по академическому, мажорный аккорд с добавленной секстой Который был у нас во вступлении И который был у нас в собачках Этот аккорд достаточно редко встречается в рок-музыке И здесь очень повышенная его доза На мой взгляд, он вносит лепту в узнаваемость краски этой песни Хотя тут узнаваемых красок, конечно, хоть жопой жуй Дальше мы видим снова тему про бедного мальчика Мы, кстати, уже на этот момент снова оказались в ля мажоре Особо не вижу смысла анализировать, как это происходило Потому что вот такую музыку, которая звучит здесь Вряд ли вы будете ее писать А если будете писать, то это не из теории пишется Это, мне кажется, отчебучивание по полной программе просто происходит Ну, человеком, который при этом очень хорошо ориентируется в музыке Итак, здесь у нас повторение про бедного мальчика И снова хоббит туда-сюда-обратно Теперь же как во вступлении Только еще и с каким-то косичком странным Когда он берет си бемоль мажор Он берет вверху си бемоль, потом на ля мажор он берет А потом, когда он берет ля бемоль Это ля остается Так странновато звучит Но поскольку они очень короткие Это канет Дальше смотрим Здесь опять развитие этой же темы Было у нас на ля мажоре, грубо говоря Потом на кварту выше То, что у нас было совсем недавно Мажорный аккорд и в нем В вокальной пачке где-то мы здесь слышим голос тоже Можем, в принципе, собрать ее Слышим 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 также высокую ре Также слышим И слышим вот эту То есть получаем Если мы сгрузим это все узко в тесситуру, мы получим Поэтому здесь мы видим вот этот голубой огонечек Потому что это опять же Дальше Вот это вот история И потом снова идет по ре мажору Вот эта штука Быстро только Снова слышим повторение темы Изи кам и хоббит туда-обратно Изи кам, изи го Will you let me go Особо не вижу смысла ничего анализировать Мне кажется, удобнее всего смотреть на то, что здесь происходит Именно с позиции такой театральной То есть во всей вот этой части происходит перекличка трех элементов У нас есть бешмилла ноу У нас есть let me go И we'll not let you go И происходит, можете представить себе Маппет шоу Три, короче, этих чучелки И они перекликаются Хреново я сдирижировал Ну, в общем, вы поняли И здесь мы видим В бэках постепенно выплывает Найти бы его сейчас Можно услышать тоже в оригинальной записи Анализировать я не вижу смысла Здесь академические, в принципе, происходят ходы Очевидно, чтобы создать вот это какое-то гротескное состояние Снова тема мамы у нас То есть мы находились в ре мажоре Ре мажор, сон мажор Потом до диез семерка По-моему, там Где-то я тут услышал девятку Сейчас что-то не слышу Может быть, она в голосах А, ну да Опять же, пафосное нарастание На ля мажоре И что-то там сильно высоко он берет Здесь перед роковой частью Очень интересно послушать барабаны Смотрите Если обратить внимание То вот здесь пульсация абсолютно ровная Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та А здесь уже в роковой части пульсация триольная Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Прошла, значит, роковая часть, опять фирменный гнусавый звук мэя, по гармонии, тут САС-4 где-то я услышал, сейчас посмотрим, ну правда интересно, опять же, это один из самых странных роковых рифов, мне кажется, вообще на свете, потому что он абсолютно не роковый, это даже не мажорная пентатоника, это просто тупо, блин, по мажорной диатонике все идет, и при этом оно еще и триольное, и при этом оно звучит все равно роковые гитары, понятно, перегруженные, короче, мне кажется, это очень уникальнейшее решение. И что происходит с ним здесь? Он просто, опять же, плевав на функционал, он просто берет и играет. Так нельзя, но так надо. Из-за всего этого, на самом деле, мне не совсем понятно на сто процентов, какой здесь в данный момент нужно считать какая-то анализ, но все-таки думаю, что ля, то, что происходит потом в контрапорте. Тоже, блин, криво, но прикольно. Пульсация сохраняется, но вот в этом такте внутри него происходит внутридолевой какой-то кривничок, но очень дружный, прикольно, то есть попробуйте просто похлопать в ладоши в этом месте, внимательно прислушиваясь к ритму. Вот где-то здесь ощущение, что они вывалились из ваших ладошек, а в сильную долю все-таки приходят. Ништяк, короче. То, что здесь происходит, это тоже что-то вроде бешмила, ноу, лет ми го, ноу. Я когда табулатуру писал к гитарному разбору этой песни, это просто был тот момент суток, когда петушок кукарекает. Табулатуру писал к гитарному разбору этой песни, конечно, заморочился, как вот это место записывать. В целом это получаются полиритмические триоли, то есть та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, такая пульсация, но длина фразы, та-та-та-пауза, та-та-та-пауза, триолями играются фразы длиной в четыре триоли. То есть если бы не было паузы, было бы та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, это было бы нормально, в триоле ложилось, но из-за того, что появляется одна триольная пауза, там начинается полиритмическая неразберевка. Акценты фортепиано вот в эти доли. В общем, слушается достаточно прикольно и понятно, потому что барабаны все так дальше едут. Тут вот я отметил фортепиано красным. Да, движение сумасшедшее. Очень крутое движение здесь. Он делает замедление, но оно какое-то ускорительное, я не знаю как. Может быть, конечно, это от моего фанатения и предвкушения последующей части, но фиг знает. Я реально ощущаю здесь, что происходит замедление и ускорение одномоментно. Вот просто, я не знаю, попробуйте, попадая в него, если рукой там помахать. Очень клево. Пошла у нас уже заключительная часть. Мейские все гитарные хоры. Видим, написано «мама», потому что это... Та же самая гармония. На моментик нам ее дают. Давно мы не слышали ничего знакомого, да, вот в этом всем бардаке. Затем уменьшоночка. Здесь именно внутри вот этой части само повторение происходит. То есть у нас... Видим вот этот си минор и видим вот этот ре мажор. Они у нас как бы опорные. Но к ним такой академический... И потом к ре мажору... И потом... Опять тоже такая баховская такая история. То есть мы были, очевидно, за счет вот этого... В тонале стира мажора, вдруг на полтона ниже он поопускается. И он сразу становится доминантой к фа диез минору. Но не успели мы обосноваться в этом фа диез миноре, как нам дают соль мажор. И вот эта картинка вместе... Он этот соль мажор нас сразу же возвращает обратно в ре мажор, потому что он типичен для ре мажора и совсем нетипичен для фа диез минора. Есть один старый христианский гимн с таким же отклонением. О, holy night, the stars are brightly shining... И вот здесь оно... И тоже опять там сразу же возвращает... Очень интересное такое отклонение. Опять же, вообще оно ни разу не роковое, но вкуснятинка. И после этого... Повторяется мотив неважности всего происходящего и тленности бытия, и вообще жизнь — это сон бабочки. Розовый соль минор. Где мы слышали розовый соль минор, мы слышали розовый соль минор вот здесь вот у нас было. И на те же слова. И теперь мы в конце снова встречаем эту же тему. Чуть дольше нас к ней готовят. Здесь такой мюзикальный аккорд. Джазово-мюзикальный. Вообще, мне, конечно, не нравится, как он на это место поет. Какие-то сжатые зубы, то есть какое-то такое напряжение. Какое-то сразу, блин, и напряжение, и расслабление. Мне очень напоминает, как это было вот в этом фортепиано. Вот наверняка, блин, зубы сжаты точно так же, как здесь. Он как будто не выжидает эту паузу. Как же вкусно, чтобы, блин. И тут мы видим наши скобочки. Тема с пра-па-па-па-пам. Но здесь она на другие аккорды. Раньше у нас было это вот так. А теперь эта нота опущена. И совсем другая лидийская, любимая моя красочка появляется. То есть здесь так. А здесь Голос верхний остается тот же. Но меняется вот эта нота. Получается, что было. А теперь Полтона в сторону и совершенно другой аккорд. Тоже такой, с точки зрения ритмичности, такой чуть-чуть внезапно нервный момент. Чуть-чуть что-то дернуло Фредди, а потом отступил, отступил. И здесь мы видим символ хроматизма. Ре, до диез, до, си. Где мы это видели? Мы видели это в самом начале. Где Anyway the wind blows. Тот же самый хроматизм, но на другую гармонию. И последний раз. Снова тема про ветерок. Почему я сюда ее не поставил? Сейчас, сейчас, сейчас. Где у нас? О! Теперь это происходит только на тон выше, чем было все время до этого. Потому что мы после всех вот этих круговерсий пришли в итоге в ми мажор. И у нас... И все это кончается, собственно, ми мажором. Опять же, это для меня аргумент в сторону того, что вот здесь модуляция происходит никак. Сам вот этот хроматический ход, он не содержит в себе информации для того, чтобы сделать модуляцию. Он только путает. А после запутанности услышать знакомый мотив вот этот. Просто приятно, и ты уже рад другой тональности. Здесь у нас что? Здесь у нас что? Здесь у нас что такое? А, по-моему, там какое-то ругательство. Ну так вот, ребята. Пишутся хиты. Нецензурной бранью. Пропитаны они внутри. Вот так вот можно подходить к написанию музыки. И на самом деле попробуйте. Это прикольно. Конечно, все эти внутренние самоциллы и перекликающиеся мотивы в песне, это все для узкого круга слушателей и для себя самого. Но, в конце концов, а для кого мы этим всем занимаемся? И чей интерес к нашей музыке нам уж точно нужно всегда поддерживать на высоте, это наш собственный. Иначе все это просто тлена никуда. На канале Нескучный Саунд много еще музыкальных вскрытий и материалов, которые помогают понимать эти вскрытия. Так что подписывайтесь. И если хотите помочь, то вы, конечно, знаете, как это нужно делать. Огромное спасибо патронам, людям, которые содержат, финансируют весь этот мой вдохновенный балаган, и он продолжается. Как всегда, любите музыку, ешьте кешью. С вами был преподоподобный Александр. Пока.